Мы находимся на пороге новых президентских выборов в Украине. Отставка Владимира Зеленского – это уже даже не вопрос времени. Шестой президент прошел свою точку невозврата и сейчас в турбо-режиме сваливается в финальное крутое пике с неизбежным драматическим финалом. Ситуация с коронавирусом еще больше обнажила проблемы новой украинской власти. Зеленский провалил экзамен на президента, а у страны уже закончился накопленный хоть небольшой, но запас прочности. Серьезные проблемы с экономикой, начавшиеся еще в 2019 году, не удастся списать на последствия пандемии и мирового экономического кризиса. Все чаще слуги народа говорят о возможном дефолте Украины на радость Игорю Коломойскому. И все больше президентства Зеленского у избирателя ассоциируется с полной. Ему не удастся уже ни объединить общество, ни стать отцом-спасителем нации, ничего. Этот президент кончился. Несите другого. 4 марта 2020 года в Верховной Раде шестой президент фактически провел репетицию собственной отставки, уволив ручное правительство технократов, слаженно работающих в турбо-режиме. В сегодняшней гиперпрезидентской республике Украина, где все ветви власти принадлежат только Зеленскому, обвинять во всех бедах плохих бояр, играя хорошего царя, это означает вызывать у своего избирателя когнитивный диссонанс. Этим шагом Зеленский расписался в абсолютном несоответствии занимаемой президентской должности. Когда ты лично отвечаешь за экономический и социальный кризис в стране, переводить стрелки на свой кабмин, это будто бы обвинять собственные руки в том, что они растут не из того места. Ну что в общем с самого начала и было абсолютной правдой, но это означает, что козырей у Зеленского больше нет, крыть больше нечем. Зеленский все. Теперь даже самые упоротые сторонники становятся в шеренгу противников, а рейтинги уверенно обваливаются. Это и не удивительно. Зеленский ни на что не влияет и ничего не может. Он выполняет функцию зиц председателя фунта, являясь говорящей головой четырех-пяти каналов влияния. Все, что в Зеленском есть от него самого, это лишь криворожско-пацанские манеры, которые ему сложно скрывать. Кто дергает Зеленского за ниточки и чьи месседжи он озвучивает? Во-первых, понятно, олигарх Коломойский со своими людоедскими бизнес-интересами. Далее, руководитель офиса президента Ермак, шепчущий Зеленскому на ухо кремлевские нарративы. Новый премьер Шмигаль, представляющий интересы Ахметова. Ну и, конечно же, Медведчук, с которым услуг народа уже наметилась полюбовная коалиция. Избиратель в недоумении. Рейтинги валятся, а Зеленский находится в состоянии жесткой фрустрации. За него все решают большие дяди. Он ни на что не влияет и принятие этой реальности ему дается с огромным трудом. Это заметно. Мы видим измученного, откровенно уставшего и напряженного человека на грани нервного срыва. Если вы думаете, что этот человек досидит свой президентский срок до конца, вы глубоко ошибаетесь. Тем более, что Зеленского перестал понимать его избиратель. Самонадеянность в информационной политике и игнорирование медиа в начале каденции вылились в итоге в абсолютный провал коммуникации с обществом. Помните, как у Зеленского все очень красиво начиналось? Юный Рейган, селфи-видосики, хакнули систему, заигрывание с публикой на понятном ей языке. Где все это сейчас? Сказать ему особо нечего. Неуместные обращения к украинцам погоду вообще не делают. Нужна реальная коммуникация и реальные дела. Хотя бы что-то из обещанного. А не вот это вот все, что происходит сейчас. И дело даже не в том, что ничего не сделано. Это обычная практика. Как правило, политики имеют в своем арсенале красивые и обстоятельные объяснения причин невыполненных обещаний. Но Зеленский вести внятную коммуникацию со своим избирателем даже не пытается. И как следствие, избиратель не понимает, почему все прошлые самые фантастические обвинения в адрес Порошенко сегодня можно с легкостью применить к самому Зеленскому. Как можно было не оправдать такой высокий кредит доверия и профукать беспрецедентно огромный социальный капитал на старте? Рейтинг Зеленского заходит в крутой опеке, приближаясь к психологически низкой отметке. Уверен, что для него, как для артиста, эта психологическая отметка, как точка невозврата, уже пройдена. Публика его не хочет так, как раньше. А свистанному актеру нужно покидать сцену вовремя. Зеленский постоянно декларирует одну и ту же простую аксиому. Если ты не справился с работой, тогда уходи. Думаю, что для себя он уже все решил. Или за него решит улица. Ну или олигархи уйдут Зеленского по-тихому. А уходить уже пора, пока все не стало еще хуже и для страны, и для самого Зеленского. Лучше уйти бодро, с остатками уважения и рейтингом в 40%, чем оплеванным, никому не нужным мужчиной средних лет, с подорванным здоровьем и наименьшей поддержкой в истории Украины. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на патреон. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok